Пока в Кабмине решают, как стабилизировать цены на социально значимые продукты, предприниматель из Северного Казахстана устроил благотворительную акцию по раздаче бесплатного картофеля. Люди об этом прознали, заботу оценили и ринулись на его поля. Анастасия Дроняк убедилась, что это не фейк. Между рассветом и Новонекольском есть поле с картошкой. Вот она, ее выкопали трактора. И есть кусты, где можно руками копать своей лопатой. Кому надо, приезжайте, берите бесплатно прям. Там поле здоровое. Вон люди собирают, вон ее в море просто. Это видео в соцсетях минувшим вечером наделало немало шума. Желающих запастись бесплатным картофелем среди петропавловцев оказалось также немало. С ведрами, мешками и даже прицепами они устремились в сторону рассвета. Села, что в 60 километрах от областного центра. Вчера увидели в интернете, приехали сегодня посмотреть. И набрали себе картошки детям. Дочери набрала два мешка, сыну два мешка, себе. Столько людей приехало, столько они себе насобирали. Нынче не урожай картошки, в принципе. Даже у людей на даче, говорят, мелкая картошка. Ну а здесь вообще замечательная картошка. Приезжают на поле щедрого хозяина целыми семьями. В их числе и у Атаевой, соседнего прибрежного. У нас огород есть, в этом году погода вроде неплохая. Но все равно урожая мало. Вот с внуками, с дочкой приехали собирать в такую погоду. Думаю, что дома здесь сидеть. И вот собираем урожай. Большой рахмет хозяину. Очень рады мы. О картофельном аншлаге местный предприниматель Николай Росляков говорит и не думал. Культуру он выращивает уже 13 лет. Сейчас площади с ней перевалили за сотню гектаров. Аграрий рассказал, что первыми бесплатный урожай предложил собрать работникам своего крестьянского хозяйства. А после всем остальным землякам. Ну вот нынче такое было лето жаркое. Урожай не ахти. Товарный картофель собрал. Процентов 85. Ну остальное оставил. Людям надо тоже помогать. Результаты вы видите. Сколько приезжает уже? Ну недели полторы, наверное. Вот видите, выезжает в основном город в ту сторону. Я так думаю, ну человек, наверное, 200, наверное, было. Картофеля на поле в 30 гектаров достаточно. А североказахстанцы, которые в этом году остались без урожая, еще успеют запастись им впрок. Главное, чтобы погода не подвела. Анастасия Дроняк, Евгений Мутыль, Астана Таймс, Североказахстанская область.